Друзья, приветствую сердечно. Помните, Кант говорил, звёзды над нами и этика внутри нас. Но он не смог раскрыть. Вот мы читали это, писали там какие-то курсовые там по философии, но там, ну так и не понимали, о чём он имеет в виду. А вот наш Рашид Мудрец, например, он бегает каждый день по 5-8 километров. Так вот оно в чём дело. Дело в том, что оказывается, когда он бегает, в ритм входит, а в этот момент у него происходит разгрузка, а когда происходит разгрузка, он выходит на нулевое состояние освобождения головы от штампов, шаблонов мышления, от страха, от комплекса, от эго. Он выходит в это состояние, и в этом состоянии у него происходит прояснение. Прояснение. То есть в этот момент он соединяется с вечностью в ритме конкретного. Вот вы посмотрите, как интересно. И Толстой говорил, Лев Николаевич, что среди разнообразия всех вещей в природе, как нам выбирать свой путь. Компасом является компас, он говорил. Компас – это какой? Совесть. Кант говорил об этике внутри нас, звёзды над нами и этика внутри нас. И Толстой говорил, что компас – это совесть. Ну вот если вы вспомните, например, по-моему, в ванне Карениной, как он косил там этот лук, и как Рашид наш мудрец входил в ритм, там тоже входил в ритм, в ритм входил, и мог продолжать и продолжать, потому что он входил в автоматизм, и у него казалось такое, что время меняется, и он мог это делать бесконечно, пока на кочку не наткнётся. И потом он оттуда выскакивал, то есть из этой непрерывности потока выскакивал. И поэтому, послушайте, есть у нас ещё бабушка, которая, например, сидит и вяжет. Вот она вяжет, вяжет, выходит на автоматизм, и она тоже освобождается от шаблонов мышления, от страхов, от эго. И она поэтому, когда борщ варит внуку, душу туда вкладывает. И всё хорошо, что сделано с любовью. Так это что, душа? Это что? Вот это бесконечность, беспредельность, безграничность, где нет шаблонов. Это состояние нуля, о котором мы говорим, но в деятельности. А кто-то играет на барабане и никак остановиться не может. Вот у меня док молодой, он как гитару возьмёт, а ему надо в академию идти, а он как начнёт играть, так ему останавливаться не хочется. Почему? Потому что в ритм войдёт, у него происходит разгрузка, разгрузка. Он обнуляется, он освобождается от штампов, страхов, а он освобождается от эго. Он соединяется с вечностью, как при повторении молитвы. Вот молитву человек повторяет или мантру, у него наступает вот эта вот благодать, молитвенная благодать. Так это же соединение конкретного с вечным. А там как раз-таки открывается вот это. Как когда косил лук, как говорил Кант, звёзды над нами и этика внутри нас. Вот это внутри нас. У кого-то на барабане, у кого-то, когда косит лук, у Рашида, когда он 7,5-8 километров бегает каждый день, потому что в ритм вошёл, и он спокойно бегает, потому что там энерго менее затрачивается при автоматизме. Ну, послушайте, я вам ещё расскажу, потом в следующий раз. А ведь это, это, когда вы занимаетесь любимым делом, и чем их больше, тем лучше, когда вы занимаетесь любимым делом, кто вяжет там, я рисую, кто-то там пишет книгу, кто-то на гитаре играет, он освобождается от бытовщины, от рутины, выходит на состояние бесконечности, вечности, а там как раз-таки у него и душа, как бы, и совесть, как бы. Вот поэтому я вам рассказываю то, чего Кант не смог донести до вас. То, что Великий Толстой отметил, отметил, но не объяснил, но он же не психофизиолог, как я, а я же вам это рассказываю. А что такое ключ? Это вы подбираете путём перебора ту деятельность, или вязать, или бегать, или на барабане играть, где вы быстрее входите в ритм, потому что вы там освобождаетесь от шор, у вас происходит прояснение, у вас происходит соединение с вечностью, с бесконечностью, и вы, как бы, становитесь человеком, у вас душа, у вас появляется, как говорил Толстой, компасом является совесть. То есть вот о чём говорили Кант Великий и Толстой Великий, а я вам просто простыми примерами говорю, что такое ключ, это принцип отбора путём перебора, то и деятельность, которая вам подходит. И почему она вам подходит? Потому что вы через ключ становитесь человеком, да, творцом, созидателем. И поэтому, скажу, бабушка, которая вяжет вам носочек, в этот момент выходит на состояние созидательности. Поэтому бочь, которая нас любовью готовит, вам нравится. До встречи, друзья.